И я уверен, что в жизни у всех есть такие проблемы, которые мы можем назвать не только физическими, но и эмоциональными. Например, многие люди испытывают чувство одиночества. Например, если человек живет один, у него нет ни семьи, ни детей, ни родителей, то он будет полагать, что испытывает это одиночество. И я получаю много писем, в которых мне пишут, что чувствуют себя дома очень одинокими. Потому что нет семьи. А я говорю, а почему вы тогда не создадите семью? Пишут несколько раз, но все неудачно. Но на самом деле отсутствие семьи это не истинная причина. Почему? Потому что много людей, которые пишут, что у них хорошая семья, хорошая работа, но все равно это чувство одиночества есть. И еще хуже они чувствуют депрессию, беспокойство, тревогу. В целом, не нужно особо ни о чем беспокоиться, у вас нормальная физическая жизнь, но все равно эти эмоции приходят. И это дает нам понимание, что отсутствие семьи это не причина чувства одиночества. И она говорит мне, что несмотря на семью, она все равно чувствует себя одиноко. И раньше она думала, что, может быть, после того, как у нее будет семья, это чувство уйдет, но у нее есть семья, у нее есть дети, и есть чувство одиночества. Почему? Почему? Конечно, не все чувствуют всегда одиночество, но есть люди, у которых это состояние очень тяжелое. Но некоторые люди, если они не серьезные практикующие, я предлагаю ему решение. Если человек не серьезный практикующий, я предлагаю ему решение. И я говорю, ну да, хорошо, тогда, пожалуйста, заведи собаку. И после этого она говорит так, я завела собаку, и теперь я вообще не чувствую себя одиноко, потому что я слишком много времени трачу на то, чтобы об этой собаке заботиться. И когда я прихожу домой, я не чувствую себя одиноко, потому что моя собака ждет меня. Конечно, это тоже подход, когда в этой жизни и в этот момент вы можете ощущать рядом с собой и другие жизни. В духовной практике говорится, что по достижении определенного уровня чувства одиночества и тревоги исчезают. Если вы еще чувствуете эти чувства страха, одиночества, беспокойства, это всего лишь говорит, что вы еще не достигли этого уровня. И здесь мы можем задаться одним вопросом. Это чувство одиночества является некой природой, человеком. Как эгоизм, например. Как жадность. Или есть ли у нас какой-то метод, чтобы мы действительно могли от этого одиночества избавиться? Вы знаете, когда я проводил семинар в Соединенных Штатах, там было такое размещение, что в комнате жило по 8-10 человек. Но когда они едут домой, то, как правило, там один человек, один большой дом. Но когда так много людей жило в одной комнате, они были очень счастливы. Да, они могли разговаривать друг с другом, влиять друг на друга. Один храпит, другой начинает его тормошить, чтобы тот перестал храпеть. Я не знал, что я храплю, я не знал, что я храплю. Никто тебе не говорил? Да, я живу один. И у людей есть эта природа, лучше жить вместе, как семья, как большая семья. но в любом случае это не решение потому что все равно человек живет один или живет в большой семье да, есть кто-то независимо от положения кто испытывает это одиночество одиночество болит